На наш портал поступил вопрос. Подскажите, пожалуйста, почему Бог не объяснил в Евангелии все притчи, как притчо-осеятель. Важный момент. Притча как жанр очень своеобразна. Она по факту обращает человека скорее к определенному полю смыслов. И сказать, что каждая конкретная притча имеет одно единственное конкретное и, как правило, какое-то систематически прикладное звучание и значение мы на самом деле и не можем. Поэтому, собственно, вы можете обратить внимание, что, например, в христианской экзегезе, у христианских толкователей притчи всегда представлены очень широкой палитрой толковательных вариантов и возможностей. То есть, притча толкуется в ее конкретно историческом ключе. Притча используется как некий морально-нравственный пример. В притче видят определенного рода аллегорию и далее, далее, далее. Конечно, за каждой конкретной притчей Христовой стоит то смысловое поле, которое закладывает туда Христос. Но некоторые из них, во-первых, нужно заметить, даны настолько просто и линейно, что не нуждались, по всей видимости, в каком-то особенном толковании даже на ту самую широкую аудиторию, к которой Христос эти предлагал. Ну, как, например, соотнесенность действия Царствия Божия в мире с закваской, которую женщина полагает в муку. Это настолько простой бытовой образ, что он читался современниками, ну, скажем так, с листа. То есть, вот нечто вкладывается в большой объем и, несмотря на свою малость и незначительность, со временем переквашивает все тесто. То есть, также Царство Божие действует в мире. Его действие не одномоментно, не революционно, а это медленное переквашивание творения, возвращение его в то состояние, точнее, возведение его в то состояние, в котором оно задумано Богом. Но есть притчи принципиально сложнее, многоуровневые, с большим объемом вариантов толкований. Но, во-первых, притча в ее простом бытовом значении, как рассказанная история, предлагается Христом аудитории для того, чтобы не рождать проблему знания, которое рождает ответственность. Ну, то есть, человек услышал нечто, и в его меру восприятия это не более, чем занимательная аллегория, не вполне понятно, с чем соотносимая. Пусть он ходит, носит, думает это. Возможно, когда-то он придет к этому пониманию в свою меру, скажем так, внутреннего возраста. Если не придет, Бог с него за это не спросит. Но если бы Христос предложил однозначное учение на огромный объем людей, что, например, кстати, мы видим в словах Христа о том, что он хлеб, сшедший с небес, и что вкушение его плоти дарует вечную жизнь. Это Христос говорит без притчи, безо всяких обиняков, на огромный объем слушателей, и расходятся практически все. Потому что ремарка, кто может это слушать? То есть, люди на определенном этапе не вмещают такой объем откровения. Притча в этом смысле значительно более безболезненный жанр. Те, кто услышали и поняли, прекрасно. Те, кто услышали и не поняли, ни в чем не согрешили. Те, кто услышали, не поняли, но хотели бы понять, получат от Христа это разъяснение. Мы видим это и внутри текста, где той же самой притча о сеятеле говорится, что Христос ее озвучивает, потом, по всей видимости, народ расходится, но ученики и оставшиеся, кто желает услышать смысл этой притчи, от Христа толкование получают. Ну и последняя мысль, что, кроме всего прочего, притчи в большинстве случаев не получают какого-то систематического однозначного растолкования от самого Христа, еще и потому, что являют собою некоторую, скажем так, педагогическую задачу. Человек должен не просто услышать некий занимательный нарратив, некоторую занимательную историю, или не просто получить какую-то линейную инструкцию, а он должен получить то, что станет для него определенной пищей для размышления, пищей для ума и духа, то, что послужит ему в конечном итоге к определенному внутреннему движению, разовьет в нем динамику и в итоге приблизит к Богу. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok